Всем привет, друзья! С вами Гамбит, с вами Карьера, софутбольный клуб Парма, и это последний выпуск первого сезона. Да, друзья, Парма гарантировалась продвижение, как пишут, в серию А. В напряженнейшем сезоне Парма завоевала право выхода в серию А. Болички высыпали на улице, чтобы отметить успех клуб. Что они там высыпали, не знаю. Макароны, рис, что они высыпали, без понятия. А вот игрок месяца. Так, а у... Слушайте, никого нет. У Модена Галкипер лучший. Это тот, который 6 пропустил. Ну так, чтобы вы в курсе были. У нас Ман из Пармы. И, собственно, все. Такое себе, если честно. А я даже и не понял, что мы стали... Мы, по-моему, чемпионами становимся. Сейчас посмотрим. У Барри 36... Все по 36 почти провели матчей. Либо Барри, либо Палермо. Да, выходит напрямую. Ну, я, на самом деле, хотел бы, чтобы вышла Палермо, если честно. Вот. Но у нас 82. Если Барри даже свои 2 матча выигрывает, они набирают плюс 6. У них 81. Мы, получается, еще и чемпионы. Вот такие вот дела. Ну, в любом случае, ребят, матчи мы сыграем. Давайте с Риджиной. У нас основной состав. Играем на выезде. Вышел Вега. Надо немного дать парню побегать, поиграть. Ман у нас тоже играет в основе. Давайте выходить. Вот, собственно, Алексис Вега. 25-летний мексиканец. Звезда Пармы. Звезда серии Б. И Денайр. Просто машина. Атака. Угловой. Менес. И Джан-Луиджи Буфон. Чавес. Сразу же Чавес. Переводная. Сразу же на другой фланг. Вега. Ой, как здорово, если бы передачка прошла. Чуток посильнее. У нас там перезавершен. Спокойный такой первый тайм. Без каких-то там обострений, если честно. Прям скучнейший первый тайм. И я не знаю, ребят, что буду показывать вам. Ну, что-нибудь, может быть, покажу. Либо будете слушать мою пустую болтовню. Томас Рица. Алексис Вега. Ох, как жестко. Не-не-не. Вегу не надо мне еще раз в больницу отправлять. Я особо не горю желанием. Кавес. Вега. А вот Ман. Раджана Ингалан. Эрнани тачит мяч Бразилец. Хорошая передача. Это расстрел. И это Реджина. Нас расстреляла. Реджина. Оби все-таки надо было про него пошутить. И хочу пошутить, но что-то меня сдерживает. Вот так вот. Реджина, слушайте, думал. Ну, молодцы. Тут мы немного, честно сказать, я играю как-то так расхляблено. Надо было не смотреть мне турнирную таблицу. Афиф. Хороший перехват Афиф. Он услышал то, что я не планирую его оставлять в команде. Уфон. Ну, Реджина молодцы. Я не знаю, на самом деле. Для них уже давным-давно все решено. Они, по-моему, на 13 месте. Ладушки. Ужасно. Ужасно. Надо разыграться. Хотя, посмотрите, в принципе, по моментам мы были лучше. Ну, а что толку? Самое главное это счет на табло. Ну, что, друзья. Реджина Ингалан получает повреждения. Выбывает на 3 месяца. Перелом палец и ноги. Это грустно. Так, а что у него по контракту? Он действительно завершает карьеру? Так, ну что, ребят. Давайте перемещаться к матчу. Надо, конечно, перед своими болельщиками после поражения реабилитироваться. У нас Юрищ играет вместе с Чавесом. Хотя на самом... Ну, хотя ладно. Пусть играет Юрищ. В скамейке долго сидел. Ой, у нас Лонго Капитан. Капитаном у нас будет... Ну, наверное, ДНР. Давайте выходить. Прусо. Контроль пока за Пармой. И у нас опасность, друзья. Опаснейший штрафной. К мячу подходит Томас Рицу. Томас Рицу. Это гол. И это великолепнейший гол. Потрясающий гол. Великолепно. Слушайте, ну... Наконец-то Юрица забил со штрафного. Ну, вратарь. Ладно. Главное, что мяч залетел. По-моему, там в девятину залетел мяч. Ну, почти. Очень хорошо пробил Томас Рицу. И первый гол со штрафного. Я уж начинаю запинаться. Хорош, хорош. Реально хорош. Тридцать... Тридцать седьмой. В тридцати семи матчах. Тридцать седьмой гол. Безумец. Ну, можно попробовать до сорока его дотянуть. В принципе, оно мне и не надо особо. Он и так уже рекорд серии Б побил. Парнабея. Вот это спасение в стиле хоккейного голкипера. Барнабея. Ротарь, конечно, великолепен. Но и перекладина. Вот это может быть опасно. Это гол. Это гол. 1-1. Так, нужно во втором тайме собраться. А то что-то... Вообще, ерунда какая-то получается. Барнабе. О, Барнабе. Ман. И Чавес, наконец-то. Наконец-то Чавес прошивает. Ну, наконец-то, Чавес. Пока... Знаете, не гаркнешь. Весь сезон занимался не знаю чем. Кукурузу он охранял весь сезон. Мексиканскую. И, наконец-то, он пробил. Ну, хороший же дальний у него удар. И вот, пробил. Хорошо в девятку. Не под перекладину, а прям идеально прошил. 2-1. Чавес первый, мать его, гол. Первый гол Чавеса. Серьезно. Так, и хороший заброс. Какой хороший заброс на вашу... Бляха-муха. Обработка. Великолепная. Вот это он, конечно, магет. Умеет, практикует. Ну, шарит реально. Томас Риццу. Такой момент. И штанга. Штанга перекладина. Ну, мы могли уже 4 отгрузить. Я думаю, всем пофигу. Кто там что мог. 2-2. Ой, 2-2. Афиф. Хорошо как. 3-2. Переместились мы. Точнее, перестроились мы на 4-2-2-2. И Касседа и забивает. Афиф вышел. Подал голевую. Такую незрячую. Не глядя. Я не знаю, как это сказать. Но пробил. Хорошо. 3-2. Кстати, он у нас полчаса. Клаудио идет в роли Форварда. Ну, да. Все верно. Зом. Еще один выстрел от швейцарца. 45 дальний удар. 45. Офигеть. Алексис Вега. Подача в штрафную. Тенайер. И у нас 3-2. Победа. Ну, такое себе. Если честно. Ну, что поделать. Ребята все выбегают. Это последняя домашняя игра, я так понимаю. Мы чемпионы. Я очень рад, что Алексис Вега все-таки сыграл последние матчи. До конца сезона выздоровел. Жаль, что Нейнгалан не присутствует. Там было написано, что он завершает карьеру. С другой стороны, я смотрел контракты. Написано было, что у него еще на 2 года. Я же помню, мы подписывали с ним контракт. А вот такой вот кубок. Здорово. У себя дома. В последнем матче выиграли. И заслуженно берем трофей. И заслуженно берем. Ребята, у нас заключительный матч в этом выпуске. Мы сыграем с Беневенто. Да, она располагается, эта команда, на четвертом месте. Бывшая команда Фабио Коновара. Мы в первом круге их обыграли. Очень интересные расклады здесь. Барри и Полерма имеют по 76 очков. Заключительный матч, последний тур, серия БМ. Чемпион понятен, но еще непонятно, кто выйдет напрямую со второго места. И Барнабе в девяточку. Здрасте, приехали, да? Дриан Барнабе. Забивай. Отлично. Да, Лонго Капитан, я забыл его поменять. На Денайера. Хорошо пробил. Я думаю, братарь достанет. Тут, кстати, из этого ракурса видно. Пятая минута. 25-й гол. Денайер. Оффсайд. И еще один угловой. Это Барнабе. Подача штрафную. Денайер. И атака Беневенту. Быстрая, быстрая атака Беневенту. Интересно сейчас у нас играл Юрич. Очень интересно играл. Он так вот стоит. Как я не знаю, цыган какой-то там. Начинает трястись. Хе-хе-хе. Что за сравнение с жестко. Это, ну... У нас угловой тем временем. Ну что, попытаемся убежать. Барнабе. Барнабе. Передача на Алекса Бегу. Алексис. И Томас Рица. Что там делал голкипер? Я не знаю. Когда голкипер так прыгнул, я подумал, что... То, что Томас Рица бьет по центру. Ребята, уж извините. Запинаюсь. Я вообще на самом деле пару выпусков подряд сейчас для вас снимаю. Вот. Ну, господи. Это вообще жесть. 2-0. Хорошая контратака. Метроатака у Беневента тоже был шанс. А тем временем Томас Рицу забивает 38-й мяч. В среднем гол за игру. Это что-то невероятное. И прошили. Да. Мы там немного начудили на фланге. 1-2. Барнабе. Барнабе. Ух, чуть не залетела. Горевка такая. А вот нам показывают момент, когда ДНР выбил мяч из ворот. Вот сейчас может быть хорошо. И давайте пробьем. Немного невнятная атака. Но. Ну что, ребят. У нас 2-1. Снова Беневента повержен. Победа. Ну что, смотрим турнирную таблицу. Барри выходит все-таки со второй строчки. Палермо не выиграл. Обалдеть. Не выиграл Палермо. И Барри не выиграл. Обе сыграли в ничью. У них же было, по-моему, по 76. Так. Игрок молодежки хочет завершить контракт. Барри хочет завершить контракт. Считает, что готов выступать за основной состав. Я тебя понял. Эдгар хочет завершить контракт. Аббаты. Аббаты. Эдгар. Я понял. Давайте смотреть. Аббаты. Хорошо. Мы тебя подписываем. Дальше. Ой. Слушай, да ты нам на самом деле... Ну мы тебя подпишем. Но у него потенциал мне вообще не интересен. Прям вообще. Так. Ну тут да. Вопросов нет. Перспективный Эдгар. Перспективный. 60-18 лет. Такой себе, если честно. Ну ладно. Ферри. Ферри тоже перспективный. Левый защитник. Давать ему слабую ногу. Подтянем. Так, ребят. Ну что, смотрите. 1-4 финала. Беневенто обыграл пиццу. Джену проходит дальше в полуфинал. И Джену сыграет с Палермо. Калери с Беневенто. Вот такая вот заруба у них тут. Ладно. Подождем. Ну что, ребят. Смотрим. Палермо обыгрывает Джену. И выходит на Беневенто. А Беневенто берет и обыгрывает Палермо. И выходит в сериал. И это будет очень интересно. На самом-то деле. И без Фабио Коновара Беневенто выходит в сериал. Ну молодцы. Реально молодцы. Проделали очень серьезный такой путь. С 1-4 финала. С 1-4 финала. Давайте подведем итоги. Лучший бомбардир. Томас Риццо. 38 мячей в 38 матчах. Гол за игру. Прекрасно. Барнабе 25. Лучший ассистент Барнабе. 22 голевые передачи. Смотрим статистику. Барнабе. Я считаю лучший игрок. Этого сезона. Средняя оценочка у него 7. Хотя у Риццо средняя оценка почти 7.5. У Веги тоже почти 7.5. Вега 11 голов. 17 голевых передач. Но я думаю Вега бы больше отдал голевых. И больше забил бы голов. Понятное дело. Если бы не... Это гребанное повреждение. Афи в 14 голевых передач. 38 матчей. Но мне вот все равно он не особо заходит. Скажу честно. Касседы очень хорош на самом деле. Молодец. 7 голевых. 3 мяча. На Инголан очень неплохая оценочка. 15 матчей. 2 мяча. 3 голевые. На Инголан мне прям понравился. Ну ладненько ребят. Я предлагаю на этом завершить. Очень неплохо. Так у нас подрос Томас Риццо. Очень прям. Хорош. Плюс 7. Как всегда напоминаю. Что лучшая благодарность. Это лайк и комментарий под видео. С вами был Гамбит. Увидимся. Надеюсь в ближайшее время. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok